Значит, в основе лежит вещь есть вещь в отношениях. Сначала, логически, сначала у нас получается вещь есть вещь до сравнения свойств. Отношение должности вещей является условием для сравнения свойств. Отношение должности вещей является условием для сравнения свойств. Сначала устанавливается отношение должности вещь есть вещь, а затем сравнится свойство. Одна вещь является мягкой и красной, другая вещь является зеленой и твердой. Соответственно, мы сравниваем, берем отношения красный-зеленый и мягкий-твердый, и оба отношения вместе относим к отношению вещей. Таким образом, субъектом у нас в этом построении является отношение должности вещей, как минимум двух. А предикатом является отношение между отношениями свойств. Относительно... Красный-мягкий можно назвать как угодно, например, помидор. Это просто выбор слова. Зеленый-зеленый можем назвать огурцом. На этой стадии еще непонятно, относятся ли красный-мягкий к огурцу или к вечеру. То есть, к помидору или к вечеру. Помидор еще не установился как носитель свойств. Помидор становится как носитель свойств, а он еще не есть носитель свойств. Если сказать более точно, более корректно-логически, то пока непонятно. Отношение красного-зеленого и мягкого-твердого относится к отношению помидор-огурец или к отношению вещь-вечь. Это пока непонятно. Ни помидор, ни огурец еще не стали устойчивыми, а самостоятельными носителями свойств. Поэтому мы говорим, что предмет становится в форме, а форма является формой торбисов. Помидор становится носителем свойств только тогда, когда окажется в отношении тождества с другим помидором. То есть, когда устанавливается отношение помидора и есть помидора. только в виде торжества отношения торжества двух помидоров помидор становится значительным словом помидоры и помидоры а как мы обнаруживаем помидор сначала мы положим нечто нечто красное мягкое это один способ то есть вот у нас перед нами что-то лежит это и мы обнаружили что в частности у этого что-то есть два свойства красное и мягкое и он становится помидором это феноменологический подход то есть мы что-то обнаружили вытянули из него свойства и как бы тем самым возначили а второй подход состоит в том что как бы эйдесный подход когда мы берем два каких-то качества скажем красное и мягкое и говорим что все что красное и мягкое это помидор по определению и потом ищем уже что же в мире этому соответствует то есть одно движение феноменологическое от предмета второе движение к предмету ну да можно а какое у нас это движение потому что ясность что помидор он не только мягкий и красный он там много какой еще но мы все свойства перебираем мы движемся мы все время в движении находится как мы говорили мы добавляем еще свойства круглого продолговатого и так далее переходим вот отношения между отношениями двух свойств к отношениям между отношениями трех свойств и четырех свойств и движение обязательно происходит все время но как бы то ни было сравнивается x и y и у нас будет сумма свойств и у тоже сумма свойств ну а свойства сравнивается помодальность разумеется никто не станет абсолютно красным с твердым выстроенные помодальность они вместе сказываются в отношении вещей и сверху значит и x и y и помидор и огурец еще повторяю не стали самостоятельными носителями свойств на этой стадии мы назвали конечно его x но на этой стадии он еще не проявлен как носитель свойств непонятно то ли к x принадлежит в себе весь этот набор то ли к вещи это пока не понятно а если что пока? помидор просто условно x и y вас немножко смущает нет а вы отличаете как к x от вещи это как? ну просто обозначение для вещи для конкретной вещи вещь когда она стала красной мягкой там и круглой она получила статус имя x или помидор а вещь которая стала зеленая твердая долговатая и так далее она получает какое-то имя y но это еще повторяю ни x ни и помидор не огурец не являются самостоятельными независимыми носительными свойствами так а не получится такое бесконечное размножение вещей? ведь понятное дело что... так оно получится важно двигаться сверху вниз так и дело в том что размножение вещей получится сверх необходимым потому что каждая пара будет отдельная вещь потом каждая тройка, потом каждая четвертка и так далее и таких вот вещей будет больше чем реальных вещей ну... в принципе движение бесконечное разумеется движение это бесконечное но... среди помидоров, ли иксов мы можем сделать как скуркового развития это позволяет все цепь на оборудовании понятно? феноменологически нам бы хотелось чтобы все таки помидоров как бы не так уж много помидоров было но остановитесь это в ваших... помидоры красные там... красные же разные атерки бывают не, мне кажется... получится так что помидор это будет вообще как два не, мне кажется булак говорит вот о чем что как бы отношение двух свойств к месту это одна вещь то есть как бы по поводу одного места возникает множество вещей мне кажется что... если ты это подозревал то здесь не происходит умножение вещей потому что место же гарантирует равенство вещи себе и это не две разные вещи это та же вещь просто сначала я увидел двух свойств а потом... я вижу дерево, я поворачиваюсь и вижу дом здесь дерево сначала было, а потом здесь дом одно и то же здесь, одно и то же место как-то да оно сменяется, содержатель меняется то дерево, то дом нет, здесь у дерева это то же самое вод разновидность вод, то есть это вовсе не предмет а это указание например это понятие я просто к тому что как вы закрепите место вот вы думаете что в одном месте одна вещь а как его закрепить? ну мы же начали с то же место, мы просто это прошли это никуда не делать нет, то же место, то же место, да пока я его на него, на это то же место ну условно говоря там пока я воспринимаю, да, то же место имеется но я повернулся, передвинулся там ушел, пришел ситуация как бы возобновилась правильно и место стало другим ну так и место другое в чем проблема вы же говорите что на одном и том же месте там одна и та же обычно нету одного и того же места да есть просто у Дегеля он работает не с местом он работает с указанием на место и вот указание на место, оно действительно предельно абстрактное и оно такое же указание на это место как указание на другое место у него речь именно в том и речь, да, что у него здесь это то же самое, что вот то есть это просто жест указания ну не строго говоря, конечно, да вот а в этой точки зрения в точке зрения Олега Михайловича место есть реальное место не указание на место, а есть реальное место так вот, когда ты видишь реальное место ты как-то зафиксировал все места чтобы вот, например, есть много мест чтобы их зафиксировать надо какую-то точку отчета задать единственно возможная точка отчета это может быть сам субъект, да, сознание которая, ну или форма вот форма задает как бы оси координат и тогда все места относительно этого ну этого центра они как бы заданы однозначно но проблема-то состоит в том, что субъект это переходит приходит, уходит и так далее места меняются получается что нет вот так вот невозможно задать такую систему координат нет, ну, отчасти ответ на этот вопрос только сейчас становится возможным начинает возникать возможность ответа на такой твой вопрос заметь это другой вопрос, чем мультипликация вещей на том же самом месте это проблема, почему возникает мультипликация вещей допустим, открыл глаза, закрыл глаза вещи та же самая или извини нет непрерывности восприятия, да это, ну проблема тут что состоит, что если бы мы психологически непрерывности нет ну и что, а при чем здесь тут проблема в чем состоит, если бы мы сходили феноменологически то вещь остается той же самой просто поскольку она сама на себе, как говорят, фундирована, да не форма ее создает как бы не форма ее фундирует или как бы там слово подобрать поудачнее не форма ее образует, да а вещь сама по себе есть и она основана на себе и поэтому, когда закрывает глаза там вещь остается той же самой а тут на самом деле вещь та же самая благодаря тому, что форма производит определенного рода действия ну если я если, например, форма закрывает глаза так в кавычках ну не закрывает форму глаза ну понимаешь, что она не закрывает да, в общем, можно считать, что условия всего нашего движения начиная от того, где в то место являются открытые глаза, разумеется заснуть лучше закрывать глаза-то обмотать тело почему-то тряпками да, а потом эти тела и поджечь то же, что место не состоится я имею ввиду, что когда мы говорим о месте, надо как-то понять почему место... вот ты понимаешь, твой вопрос исходит из буквального истолкования метафоры только из этого как бы не из существа той мысли, которая происходит а из буквального истолкования метафоры которая в ограниченном виде может быть применена но ты как бы не хочешь признавать ограниченность применения метафоры ты говоришь, надо ее целиком понять значит, вот и все а ну нельзя так ни с какой метафорой так никогда нельзя итак мы делаем различия в помидоре между помидорами мы устанавливаем сначала опять логическое потребление состоится мы сначала устанавливаем тождество помидор есть помидор а по поводу помидоров мы не знаем ничего кроме того, что не помидор как и вещах мы в начале ничего не знаем кроме того, что не вещи так и о помидорах мы теперь ничего не знаем кроме того, что не помидор установится отношение тождества двух помидоров и это отношение тождества является условием для сравнения их свойств Выясняется, что один из помидоров темно-красный, а другой светло-красный. Один более мягкий помидор, другой менее мягкий помидор. И тогда, ну и так далее. Сколько же мы там не считаем в этих разных помидорах. Тогда получается, мы даем и имя этому помидору X-стрих. То есть, например, помидор одного сорта. Поэтому даем при определении X два штриха помидор друг другого свойства. И движение продолжается, естественно. А если помидор твердый или себя? Ну, мы в прошлый раз это говорили, что если начать не с помидоров, а просто с... Нет, ну вот, смотри, как мы опознаем то, что помидор... От живого и неживого. Нет, а как мы опознаем то, что это помидор? Значит, есть какая-то другая процедура помимо свойств? Как мы опознаем, что помидор есть помидор? Несмотря на то, что он зеленый, даже игрушечный помидор может придумать и синий. Все равно он будет помидором. Нет, ну, просто надо уточнить, что этот помидор тоже красный и мягкий. Все, что мы знаем об этом помидоре, что он красный и мягкий, ну или сколько это свойств, то же свойств и в этом помидоре, потому что он же не вечер, он же помидор. Поэтому он тоже и красный, и мягкий. Но больше мы пока различий не делаем. Это отношение красного к красному, мягкому к мягкому, дает нам отношение помидор есть помидор. Больше различий пока нет. Но когда мы установили то, что помидор есть помидор, если красный есть красный, мягкий есть мягкий, Лучше помидор есть помидор. Почему? Потому что отношение тоже, что помидор есть помидор является... В этом качестве помидор становится... В состоянии отношения тоже, что с собой, помидор становится носителем свойств. Перед первой мышц как носителем свойств. Мы теперь действительно понимаем, что у помидора красный и мягкий. И этот помидор тоже красный и мягкий. Мы теперь относим свойства уже не к вещи, а однозначно к помидорам. Про вещи забыли. Перед нами одни помидоры в глазах. Два пока одинаковых помидора устанавливаются в отношении тождества между собой. Два одинаковых. Одинаково красных, одинаково мягких, одинаково круглых и так далее. Если такое бывает, да. Ну, почему нет? Даже животные умеют так абстрагироваться. Животам может сложить только две ноты, а если я поучить, нам нужно различать три ноты, четыре ноты, если правильно кормить. Все точно так же устроят. Сколько хотим, столько и различаем. Наши органы позволяют нам видеть достаточно абстрактнее и конкретнее. Нет, тогда получается, что все-таки эйдис впереди. Если мы видим помидоры и можем их сравнивать и говорить, что они одни и те же помидоры, значит у нас есть и эйдис помидоров. До того, как мы воспринимаем конкретный помидор. Да нет, есть только место. Но место-то есть. Место у нас очень красное и мягкое. Должно, если быть строгим, тогда в это место каждый раз должна приходить новая вещь. Каждый раз новый помидор. Помидор один, помидор два, помидор три и так далее. Каждый раз слово помидор здесь как бы так, это просто слово. На самом деле вещи один, вещи два, вещи три, все они разные. Как мы определяем, что вот эти два помидора, они два помидора? Откуда взялось вот это понимание, что они помидоры? То есть тут получается есть какая-то эдетическая еще подоплека? Да нет, назовите иксом. И все. Просто было две, третьи. А как вы думаете, что вот этот и другой икс, это одинаковый икс? Ну потому что они оба были одинаковыми свойствами. Было две вещи, стало четыре. Это понятно, что одинаковые. Так как просто по факту, феноменологически, такое очень редко встречается, что две вещи были за одинаковым свойствами. Ну, помидор немножко менее красный, чуть-чуть более красный. Ну вот мы пока это различие не делали. Пока у нас нет логического основания для различения более и менее красного. Когда мы установили отношение торжества между красным и мягким, и другим тоже, тоже красным и мягким, тоже, понимаете? Этот красный мягкий, этот красный мягкий. Пока мы не установили отношение торжества между ними, и не сказали помидор есть помидор, икс есть икс. Пока мы не можем кидаться дальше. Различить темно-красно, светло-красно. Хорошо. А если пояснить айва, которая тоже красная и похожая на помидоры? Ну, это просто я говорю. Мы начали с помидоров и огурца. Рядом айва, конечно, много всего красного. Но было правильно, живое или неживое, среди живого растения и животное. Тогда вашего вопроса нет. Нет, я же не в классификации говорю. Я имею в виду, что в логическом нашем движении, мне кажется, есть некоторого рода скачок какой-то логики. Что мы можем уже отождествлять вещи. Вот я понимаю, когда мы одну и ту же вещь отождествляем, это непонятно. А как мы можем две вещи отождествить? Нет, тогда вещи и просто две вещи, любые. Какие-то абстрактные две вещи отождествлять, тоже нет проблем. Но как мы можем отождествить помидоры и помидоры, как определить, что это вот помидор? Нет, но мы же... Как выстраивается отношение двух вещей? Отношение двух вещей выстраивается... Ну, Олег Михайлович сегодня с этого начал, да, что... Сначала мы устанавливаем, что вещь есть вещь. И в этом отношении сравниваем две вещи. Тождества. Их тождество, вот это самое тождество, дает нам логическое основание для сравнения их качеств. Правда. Сами качества сравниваются непроизвольным образом. Во-первых, они выстроены по модальностям, то есть цвет с цветом выстраивается, сравнение цвет с цветом. Но это как бы логично. То есть, вернее, это не логично, но это интуитивно понятно, что способа сравнивать красное и мягкое вообще говоря нет. Ну, на единое основание должно быть. Да, должно быть единое основание. Вот логическим основанием наступает тождественность «вещи, как вещи», то что эта вещь и эта вещь позволяет нам их сравнивать Более того, сравниваются не впрямую, поштучно, качества одной вещи и качества другой вещи, а сравниваются отношения качеств одной вещи и отношения качеств другой вещи. Тем самым выстраивается отношение двух вещей. Это все понятно, да? Да. Теперь частный случай, неважно помидор или какой-то другой икс, но оказывается, что две вещи, которые мы сравниваем, тождественны не просто в том отношении, что они вещи, но они также не отличаются по сравнению отношений своих свойств, что одно круглое и красное, что другое круглое и красное. Так вот круглое и красное может быть много что? Понимаю, но мы как бы устанавливаем, там же сравниваются не только два качества, вернее отношения двух качеств, а вот сколько можем качеств различить, столько мы их и сравниваем. Если получается, то есть что означает, что мы говорим, что мы сравниваем две одинаковые вещи, что мы все, что смогли воспринять и понять по поводу одной вещи, сравнили со всем, что мы смогли понять и определить по поводу другой вещи, и разницы нет. Тут красное, здесь красное, здесь мягкое, здесь мягкое и так далее. Вот этот момент, когда все-таки две вещи вроде как соотносятся, но указать конкретно, в чем их расхождение качественное, мы не можем. И это является основанием для того, что… Вырожденный случай какой-то, вырожденный случай. Да. Потому что в классической филографии говорится, что нет двух одинаковых вещей вообще. Все вещи разные, потому что может дать одни качества оттождествленные, другие, вторые, третьи, дошли до пятидесятого качества, нашли различие. Потому что качество, конечно. Здесь, да, здесь такой случай, что здесь красное и красное. Конечно. Чудесный случай, потому что такого не бывает. Нет. Это вполне себе бывает, потому что одно, один помидор и другой помидор, они просто выглядят одинаково. Потому что они разные. Да, они разные. Нет, подожди. Они разные. Мы же их различаем при этом. Мы их, конечно, сравниваем и не в состоянии указать на предметное отличие одно от другого. Но, тем не менее, мы понимаем, что это предметы разные. Это ситуация… Местами отличаются. Они местами отличаются. Это ситуация, очень специальная ситуация, да. Позволяет говорить нам о том, что мы можем установить их тождество, этих вещей. Не просто в том смысле, что они вещи. И в этом отношении они тождественные. Но и в том, что они определенные вещи. И в качестве определенной вещи они тождественны друг другу. Как только мы смогли это установить, это установить, у нас есть основания для… Нахождения различий. Да, для действительного различия этих двух вещей. То есть, например, теперь мы в состоянии усмотреть, что один помидор мягче другого. Один помидор краснее другого. Сначала только, потом различий. Да. То есть, исходным выступает не просто тождество вещи есть вещи. А тождество определенная вещь есть определенная вещь. Что и выражает Олег Михайлович словами «Х есть Х». Еще раз говорю, когда все сказано правильно. Единственное, что здесь есть предпосылка, состоящая в том, что можно найти две одинаковых вещи. Как мы находим две одинаковых вещи? Ну, мы же находим две просто вещи. Просто вещи? Просто вещи. Потому что… Вот на этой стадии. Почему вы на этой стадии не спрашиваете? А потому что вещи – это место и, в моем понимании, присутствие не важно. Важно, что это… Ну, феноменально нет такого присутствия, мы его выстроили своим… Выстроили, да. Как мы это делали? Мы удержали тождество чувствной формы. Да. Все. Мы получили место. Хотя, так не бывает место всегда. Но красное, а другое, синее. Изначально. Но мы этого пока не видим. Чтобы увидеть, что оно красное, другое, синее, нужно сначала увидеть, что они оба просто вещи. Как бы это… Переходы в конкретности. По поводу выстраивания самой вещи, я понимаю, вся конструкция вполне правдоподобная и как бы добротная. Но когда вот переходим к конкретной вещи, у меня возникает как бы здесь проблема. Потому что конкретные вещи, они как бы и в нашем построении, они должны быть различны изначально, а не тождественные. И наоборот, тождество должно возникать как вторичное. То есть это вот две разные вещи, а согласно вот этим свойствам, что они мягкие и красные, они одинаковые, тождественные. То есть тождественные здесь вторичные. А у вас получается, что они изначально тождественные, что как бы чудесным образом, и мы потом обнаружим, что они различные. Вот еще проблема-то состоит. Вот смотри, качество, оно бывает разной степени детализации. Или, говоря с другой стороны, мы можем в разной степени абстрагироваться от предмета. Правда. Как бы максимальная степень абстрагирования, мы просто понимаем, что место с какими-то свойствами. А тут тоже место с какими-то свойствами. Теперь мы понимаем чуть больше, что это не просто место, а это красное круглое место. И про другое мы понимаем то же самое. Красное круглое место. То есть, конечно, если мы начнем, если мы сможем дальше детализировать свое восприятие, мы выясним, что одно краснее, другое зеленее. Но это будет потом. А сейчас уровень восприятия, уровень, как бы, абстракции, не такой абстрактный, как был. То есть, не до голого места, а до простого набора, как бы, элементарных качеств. Красное круглое мягкое. Игорь Филиминологи расскажет, а я логику пытаюсь объяснить. Логика-то не в этом состоит. Согласен, все, что ты говоришь, все правильно. Только, с точки зрения логики, вы получаете, что у вас есть некого рода эидос, который, как ты говоришь, круглость, который проецируется в мир, и все, что круглое, называется, там, я же, допустим, помидором, да? То есть, эидос первичный, получается. Я просто хочу понять, то ли у нас эидос первичная, то ли у нас вещи, которые, вот, как-то расположены на местах первичной. Что первичный? Ну, для того, чтобы эйдос был первичный, должен быть эйдос. Должно быть нечто, что мы постигаем… Круглое и красное – это же эйдос некоторое. Это же некого рода понятия, некого рода идея, которые мы потом можем найти. Не-не-не-не. Перебирать на похожее. А порядок другой. Тогда бы мы сначала обнаруживали эйдос, тогда бы мы сначала обнаруживали эйдос именно в качестве мысли, а потом понимали, что он соответствует какой-то вещи или не соответствует, или больше или меньше соответствует. А здесь движение, в принципе, другое. тоже с точки зрения эйдоса. Все, что соответствует этому эйдосу, дождественно, все, что круглое и красное – помидор. Это понятно. Это понятно. Я говорю, что если бы опора у нас была на эйдос, то мы сначала должны были бы познать эйдос как эйдос. Мое возражение, которое я говорю, оно логического свойства. Я хочу понять. Мы идем сейчас речь об эйдосе, когда отождествляем помидоры. У нас есть эйдос помидора, и мы понимаем, что вот это и вот это помидор. Нет, не об эйдосе. Правильно. Тогда об изначальном подходе должно было быть так, что есть какие-то разные вещи. Потому что они в разных местах. И мы их отождествляем как помидоры. Почему-то. И это надо объяснять, почему мы это делаем. А не так, что они изначально отождественны. Они как вещи отождественны. А как помидора еще нет. Это надо объяснить. Ты как-то поменял позицию. Подожди, это какое-то шульерство. Еще раз говорю. Вот, пожалуйста, сравнивалось две разных вещи. Когда зеленая и красная – все просто. А когда красная и красная – в этот момент возникает основание для того, чтобы судить, что это не просто тождественные вещи абстрактно-тождественные, а это определенные вещи тождественные друг к другу. Так оно и было. Что-то тогда, что это принесло. Из того, что какие-то свойства могут быть тождественными, следует, что вещи тождественные. Ну так. А где тушители? Они не тождественные. Не, ну круглая и красная вещь идет, допустим. Мячик круглый и красный. И помидоры. Так. Разные вещи. Это, может, не скажем, что это и то, и другое помидоры. Скажем, было, скажем. Если мы так задали вещь, как определенные свойства. Определенные зашущие цветы, твердости, формы, размеры, чего-то еще. Если под это попал, под это определение попал и этот самый эскалатор, то да, то это просто будет вещь определенного сорта. Ведь нам еще предстоит различить помидоры и эскалаторы. Так это и есть эдетический подход. У нас есть эидосы, значит, эидосы. Да ничего не значит. Теперь, подожди, ну что, я не понимаю. С чего ты сейчас взял, что есть эидосы? Потому что понятия есть. Тебе показано, как возникает это понятие? Оно возникает на основе вот этого опыта сравнения. А не на основе того, что мы познали эйдос как эйдос. Потому что если, ну слово эйдос может иметь только такой смысл. Что это просто чистая умопостигаемая штука. Которая постигается до того, как происходит некий опыт. А бывает вы одинаково красные? Разбывает? То, что они не одинаково красные, мы можем установить только после того, как мы определили, что это не просто разные вещи, в смысле, тождественные только своим местом. Не своим местом, а только своей общей структурой. Что место с некоторыми свойствами. А только после того, что мы поняли, что это вещи содержательно тождественные, и та, и другая красная. И только после этого у нас есть основания для того, чтобы различить более красное и менее красное. Тогда процедуру сравнится? Феноменологически, конечно, не бывает одинаково красных. Но для того, чтобы это обнаружить, мы должны сначала понять, что вещь не просто вещь, а вещь определенная вещь. То есть, например, помидоры. После чего мы сможем сравнивать помидоры по красноте. Различать по красноте. Сначала мы утверждаем, что они одинаково красные. То есть, сначала противство, а потом различие. Да, потом различие. Сначала тот же случай, а потом различие. Но феноменологически просто по-другому люди, не пытаются обращать. Феноменологически сначала отличие по красноте тоже. Значит, в результате мы имеем вот эти две схемы. Одна классическая, одна наша в работе. Классическая так вот движется. Есть вещь. Есть живое, есть живое. Живое делится на животных и растения. Это обычная классика логического движения. Мы пытаемся двигаться иначе. Вещь есть вещь. Потом отношение тоже, что вещь есть вещь, служит основанием для сравнения свойств. Возначение для развлечения свойств. Потому что то, что-то вещей можно установить. Вещь есть вещь. То мы установим различие свойств, которые позволяют нам говорить об x и y. Например, то есть определенные вещи. Затем мы сравним две определенные вещи. Определенность одного рода и определенность другого рода, скажем так. И определенные вещи. Определенность одного рода и определенность другого рода. Затем мы устанавливаем отношение тождества между определенностью одного рода, ну, соответственно, и точность взгляды определенности другого рода. И после установления тождества мы устанавливаем различия и получаем уже там будет детализированная определённость 2 штриха, которые тоже можем развивать сколько угодно, определённость 3 штриха, определённость 4 штриха. Мы устраиваем такое вот логическое движение, сколько хотим, определённость, сколько хотим, только позволяют наши органы, органы чувств. Это совсем другая логика, она же совсем не похожа на обычную классическую логику, действительно, поскольку я чем больше уверяюсь в её достоверности, тем мне смешнее становится. Отношение тождества является основанием для установления для сравнения свойств. Отношение тождества вещей является основанием для сравнения их свойств. Когда у нас феноменология сочетается с логикой, это вот проблема любой философии, потому что как бы если у нас тождество лежит в основании всякого различия, то это чистая логика. Тут феномологии никакой нет. Ну, если угодно. Хотя я думаю, что нет, потому что мы же как установить, как мы двигались? Мы мысль, мыслящая форма, мысль устанавливает отношение с собой. Отношение тождества с собой. Это естественное состояние, состояние мысли. Отношение тождества с собой. Она тем самым мысли сделает чувственную форму чувства также отношением с собой. И так мы получаем вещи и свечи. Это феноменология и логика. Я бы не делал этого различия в этом случае, потому что мы удерживаем чувственную форму, как мы получаем вещи. Мы удерживаем тождество с чувственной формой. Как мы получаем отношение вещей? Мы устанавливаем отношение тождества между чувственной формой. Мы удерживаем отношение тождества. И поскольку отношение тождества двух чувственных форм, отношение тождества чувственной формы предмета не дано, дано как отношение двух вещей. Это вполне себе феноменология. Так это движение происходит. Дальше, удерживая тождество чувственной формы, отношение чувственной формы с собой, мы можем двигаться, конкретизируя вещи. Просто у нас же было, что предмет становится формой. То есть у нас была феноменология, состоящая в том, что есть какой-то предмет. Теперь у нас, если у нас есть логика, то предмет он точно так же просто логический. Я просто не вижу, что есть предмет какого-то противопоставления логики. Ну, смотрите, если брать, например, гиделя, то у гиделя есть нечто, как бы, ну, предмет сам по себе, скажем так, да, или луканта там. Есть какое-то, что-то само по себе, имеющее у конца свою форму. И есть противоположность между формой субъективной, да, и формой, ну, я не знаю, там, сказать, объективной, наверное. То есть у них есть сопротивление материалов. У нас этого сопротивления нет. И у нас была всегда вот такая вот, как мне кажется, опасность, что впасть в чистую улыбку. Где предмет будет поступать просто чистым, там, становлением. То есть вот есть некое становление чистое логическое, как увидели об этом, науки логики, и все. И потом мы из этого становления пытаемся уже найти там все остальные объединения. Либо у нас изначально все-таки в нашем подходе так получается, либо все-таки у нас какая-то вот остаток этого предмета, в виде того, что он, не знаю, как-то там еще и сам по себе есть. Что вот мир как-то все-таки настаивает за счет этого своего? Нет, не настаивает. Он становится. Его нет. В нашем построении его нет. У Геггера есть. В технологии точно, в логике, не знаю. Но у нас его точно нет. Везде становится. Видите, здесь тоже получается. Форма воспроизводится как отношение той же сам предмет все время становится. Он стал определенным предметом, но еще не стал самостоятельным носителем свойств. Он установился как отношение двух определенных предметов. И в качестве отношения той же двух определенных предметов этот уточненный предмет стал носителем, субъектом, если угодно, субъектом свойств. Но он с самого начала воспринимается именно как носитель свойств. поэтому свойства уточняются мы не можем остановиться к примеру когда гидируется гидируется потом на степени придет другой степени определенности а форма столь детстве помочь на это фонарь производителя к отношению то предмет все время от антизируется движется вопрос он не сопротивляет вопрос от данности до украины ноги всегда должна быть какая-то дальность то есть как то что там не то что как бы образованно то что там потом выяснять поводу того что давно как выясняется как это давно почему дачу все равно первоначальный ход как до всякого рассуждения всегда есть какая-то данность она перед нами раскрыты и мы должны понять что это за данность как она образовалась из него это возможно понять и прочее а у нас получается так что никакой такой данности да нет да нету потому что у меня действительно то же самое вот поток как бы чувственного вообще никак не достали на это чисто почти обмачу что на самом деле надо все должно быть тождественным это по моему методически методически неправильно настолько разно потом а вот это вот такая логика вы понимаете вот такая логика вы не делали что тут найти общего как можно немножко похоже на платона где-то немножко похоже на платона где расслабились и честно без мыши стараюсь некоторым отношения для слушать это чтобы они понимали в каком месте мы находимся что там там где-то нет нет неведомые дорожки и невиданные звезди потому что все таки приходит услуги и это самая большая проблема итак главная мысль еще раз отношение толщества вещей является основанием для сравнения их свойств в ношении толщины вещей является основанием сравнения их свойств то есть первым сначала на толществе что вещь есть вещь, а затем и вследствие этого разгранируем свойства, которые относим уже к отношению вещей. Если мы это поняли, то дальше, и с этим согласны, то дальше уже в случае все просто. Помидоры мы тоже разгранируем в отношении то, что просто вещи, которые еще как бы свойствами и не обладают. Хотя это уже некоторая степень определенности. Свойства появляются когда-то. А помидоры в блесне салмливают? А? Помидоры в блесне салмливаем как две вещи? Да. Сначала мы сравним помидоры в блесне, потом сравним красный с зеленым. Совершенно верно. А совершенно справедливо. То есть, а помидор с помидором, сначала помидор с помидором, потом красный с красным. Поэтому я и говорю, что не бывает двух красных. Двух помидоров. Сначала мы сравниваем красное с зеленым и мягкое с твердым. Получаем первую степень определенности. В следующей степени определенности что получается? Получается сначала отношение красного и зеленого, а затем, если говорить про свойства отношения более темно-красного и светлого красного, что делает отношение темного и светлого красного? а конкретизирует отношения красного и зелёного. Конкретизирует отношения красного и зелёного. Или, если более, в общем, мы так скажем, сначала тёмное – светлое, а затем, скажем, тёмное – красное и коричневое, а светлое – зелёное и синее. Так вот, отношения красного и коричневого конкретизируют отношения тёмного и светлого. Что понятно, в общем-то. Так что отношения синего и зеленого конкретизируют тоже отношения темного и светлого. То есть отношения темного и светлого конкретизируют с одной стороны отношения коричневого и красного, а с другой стороны отношения зеленого и синего. И так далее. Если мы возьмем темно-красное и светло-красное, это будет конкретизация отношений красного и коричневого. Все вместе. У нас есть отношения красного и круглого. Их отношения называются помидором. Правда? Отношения красного и круглого. Отнесенные к одному месту. Да. Называется помидором. По определению. По определению, да. Теперь мы берем другую вещь, которая есть отношения с зеленым и долговатым. Называется помидором. Теперь мы пытаемся сравнить их по свойствам. Но для этого мы выполняем такую процедуру. Иначе мы их сравнить не можем. Вначале мы должны сравнить вещь как вещь. Для этого мы должны получить огурец как нечто равнодушное, отстраненное от своих свойств. То есть отношения красного и круглого. Да, только лесто, да. Огрес также должны взять нечто отстраненного от своих свойств. То есть как нечто субстантное. Да, вот субстантное? Ну так. По месту. Только два места, да. И тогда мы имеем вещь. Эта вещь неразрывно связана с его конкретностью. Да, но эта конкретность выступает, как я говорил, спрятана в фене. Как? В фене. В фене. То есть таким образом у нас есть вещь огурец и у нас есть вещь помидор. Но они связаны со своей конкретностью. Со спрятанностью красного и со скрытостью зеленого. Каждый из них, да, вот казалось бы так. Теперь для того, чтобы я их должен сомнить. Это что означает? Что я окончательно на этот момент избавляюсь от конфетности? Да. Сначала я устанавливаю их отношения как отношения двух мест голых. Да, вот как чисто как мест. Понял. Да, я полностью избавляюсь от конфетности. Именно это отношения, отношения тоже есть вещь и вещь. То есть я снимаю конкретность как таковой, да? Хорошо, снял я их конкретностью, у меня возникло отношение двух. Неправильно ты говоришь. Изначально нет никакой конкретности, изначально есть от страха. Не можно так говорить. Конкретности еще нет. Конкретность всегда возникает как вторичное. Сначала то, что здесь то, а потом различие. Нет, с самого начала у тебя отношения красного и круглого. Вот эту конфетность мы сделаем. Нет, с самого начала у тебя отношения два места. А потом изначально... Сначала у тебя отношения красного и круглого, это дает нам понятие места. И в этом смысле место есть нечто связанное с... Подождите, изначально у нас тоже есть история различия, это я не понял. Тогда изначально было различие. Ну... Изначально отношения красного... Нет, изначально у нас должно быть тоже есть. У нас такое построение. Вначале тоже есть история, тоже есть вещи. Нет, ты до него забегаешь, или я раньше начал? Я так всегда пытаюсь понять это соотношение феноменологии и логики здесь. Ты сейчас пытаясь настаившись на том, что феноменологически есть какой-то отдельно красный, отдельно как бы... Нет, я так говорю о другом. Пытаюсь поставить все сразу, сложить схему за пять минут. Все. Чем-чем занимаетесь. Вот у нас возникло. Хорошо. Теперь мы, значит, в этой ситуации получили место и место. Они как различные места неравнодушны к своей конкретности. Они не получены, они всегда были изначально. Изначально с других залов два места. Изначально они заданы в пространстве, как различные. Нет, ну, друзья мои, мы как говорим? Мы говорим так, если с самого начала включить. Когда мысль удерживает чувственную форму как тождественную себе форму, эта чувственная форма предмета себе не дана, просто предмета не дана мысли, и дана как вещь. Дана как вещь. Когда мы устанавливаем отношение тождества между двумя мыслями. Когда мы сама мысль устанавливает отношение тождества между собой и собой. Она тем самым устанавливает отношение тождества между одной чувственной формой и другой чувственной формой. Когда это отношение тождества двух чувственных форм получено, мысли получено и удержано, мы получаем отношение двух вещей, в которых действительно пока только два места и о свойствах речи нет. Но если говорить аналогически, то же самое можно сказать и на вашем языке. В самом начале у нас все красное, тени и зеленое, мы от всего этого избавляемся, когда удерживаем тождества двух чувственных форм. Мы их удерживаем, исчезает всякая зеленость и краснота, из мира уходит от СССР просто два места. Тогда я немножко этого места не гремаю, смотрите, если мы действительно удерживаем отношение мысли и мысли, то они же не то же самое чувственная форма. Мысль не же основана только на чувственной форме, но мы даже не стремим. Да. Почему мы тогда говорим, что мы устанавливаем отношение вещей и вещей, и чувственная форма у нас выступает как вещь и стремим, это правда ли? Чувственная форма как вещь и стремим, но мысль устанавливает отношение творчества с собой, воспроизводит даже себя как творчество с собой. Тем самым она, все-таки не мысль основана на чувстве, а чувство основана на мысли и стремим. Тем самым мысль устанавливает отношение творчества, ну я повторяюсь, отношение творчества с чувственной формой и другой чувствной формой. Предметы это дано как отношение двух чистых мест. Нет, все-таки не мысли и мысли, а чувственная форма и чувственная форма. По-другому не нужно. Да. А почему? Нет, почему? Сначала мысль и мысль, потом чувство и чувству, а почему не начало? Сначала если тождество, то тождество логическое сначала, потом тождество чувственное, то тождество вещей, то есть все тождества как бы, как бы, есть изначальный генератор тождества, да, это мысль, вот она так тождество сделала и все это тождество разошлось и ушло, там все стало отождествилось, чувства отождествились, там, свойства отождествились, вещи отождествились, все отождествилось. И вот так работает как процессор. Раз, так, дал. Ну непонятно. Это сам самый момент, когда мысль же и одновременно изучает себя что-то на экране. Ну да. Ну и что? Ничего. Чего это может, если она так? Что значит, что он может это сильно не почувствовать? Егель сейчас встал на позицию феноменологии Егель. Опять же, что чувствует как... Первичное разнищие. Опять же, в нашем Егелье. Первичное разнищие, он начал сейчас говорить. Ты сейчас пытаешься апеллировать то, что я пытался со всех, тоже недавно пытался понять. У нас что первичное, это различие или то же. Ты сейчас говоришь, что различие первичное. Оно не первичное. У нас построение тоже первичное. В этом, мне кажется, различие феноменологии и логики. В феноменологии начинается различие и приходит тожество. Логика начинается тожество и приходит к различию. На какой-то стадии мысль Деятельность мысли расходится к чему? Потому что она полагает чувствный фон, формы и речи Это единственная мысль Можно так сказать, да А, тогда да Полагает, да Другой формы и речи Поэтому отношение двухчувственных фон представлено как отношение двухчувственных фон Но она еще в отношении двухчувственных фон, формы и мысли Поэтому возникает отношение двух вещей Вот так Да Поэтому в каждой из этих удерживается разница между мыслью и чувственной формой Да, мы себя отличаем от чувств в качестве отвлечения чувств Только так То есть логика, опять же Тожество первичное, а потом всякое различное Опять же, поскольку тожество первичное То есть все остальные различия, они чисто логические различия Опирающиеся на изначально то Невозможно было Вы пользуетесь словами логика и феминология генетского происхождения Ничего общего Ничего общего У нас же одновременно мысль воспроизводит себя как творчество с собой Тем самым мысль воспроизводит чувство в качестве причины Чувство воспроизводит чувство как отношение с собой И предмет на это дано как отношение вещей То есть и мысль, и чувство, и вещь Это одна история, просто одна динамическая картина Как вы собираетесь применить генетского развития этого логика? В принципе для нас есть различия? Ну, получается, что нет Слова потеряли смысл Эти слова В таком построении слова потеряли смысл Мысль отличает себя от чувства в качестве причины чувства Мысль воспроизводит себя как творчество с собой Что вполне естественно мысль Больше делать нечего Как творчество с собой Это естественное определение мысли Тем самым мысль воспроизводит чувство как отношение с собой А чувство предметно дано как отношение вещей Поэтому, Игорь, и получается, что действительно Сначала вещь есть вещь А потом уже сравнение свойств И отношение то жество вещей, вещь есть вещь Является основанием для сравнения свойств И свойства сразу сравнивая яси относятся не по отдельности к вещам А к отношению вещей То есть красное и зеленое относятся к отношению вещей Мягкое и твердое относятся к отношению вещей А точнее говоря не сразу Отношение красного и зеленого и отношение мягкого и твердого Вместе одновременно относятся к отношению вещей Вот такая картинка возникает А дальнейшее движение это контактизация этой общей картинки Мы находим, как мы нашли творчество «вещи и вещи», так и там еще образом мы находим творчество «красно-красное» и «мягкое-мягкое». И это отношение творчества дает нам основания для различения темно-красного, светло-красного, более-мягкого, менее-мягкого, ну и так далее. Среди темно-красного мы тоже можем делать различие, а для глаз позволяет. Но если мы эти освоили, то получается вот такая замечательная картинка, на мой взгляд. Сначала темное и светлое, мы даже не можем назвать как-то, но сначала просто темное и светлое, затем коричневое и красное конкретизируют отношения. Отношения коричневого и красного конкретизируют отношения темного и светлого. Отношения зеленого и синего конкретизируют отношения темного и светлого. Затем темное и светло-красное конкретизируют отношения красного и коричневого. Отношения темного, синего и светлого, синего конкретизируют отношения зеленого и синего. И так далее, сколько позволяет глаз, и сколько есть желание двигаться. То есть происходит движение сверху вниз, смысл которого в конкретизации, когда одно отношение конкретизирует более общее отношение. Здесь нет вот такой конкретизации, а от отношения вещей сверху вниз помидор, и от отношения красного и зеленого переходим к отношению темно-красного и светлого красного. А почему нельзя положить отношение, например, красного и зеленого в качестве примера отношения красного и зеленого? Не только как отношение, собственно, красного примера. Я не понял, еще раз я задумываю. Да, это примерно отношения. Карство и зеленый можно положить в качестве пример отношения, а примерно отношения. А оно не только если отношение красного и зеленого в себе, и в этом смысле оно относится к отношениям вещей. Но оно еще иряется и примером отношения. Раз оно является примерно отношений, это не означает, что мы можем его положить как нечто аштрафное, и в этом смысле вернуться к нашей pasando sytuации очень похожей на обычную девицу классическую. Согласитесь, что все красное и зеленое выступают в качестве своего примера? Не знаю, не уверен, потому что… Не устает. Чтобы проще было, темное и светлое, это, конечно, отношение, в каком смысле, это пример отношения. Да, 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 оно и пример отношения, одновременно. Потом оно является примером отношений или красного и зеленого. То есть светло-красный и темно-красный выступают в качестве примера отношений красного и зеленого. Это такое возможно? Видимо, нет, потому что оно конкретизирует, а не является примером. Неизбежно конкретизирует. Если мы начинаем отношения темного и светлого, а потом переходим к коричневому и красному, то коричневый и красный конкретизируют отношения темного и зеленого. Почему оно не может быть положено в качестве примера? Я, может, не понимаю смысл примера. Слово «пример» какой имеет смысл? В смысле конкретизации, то об этом Олег Михайлович говорит. Или у тебя другой смысл примера? Конечно, то, что «ночь» является не только конкретной «ночь», но и примером того, что мы говорим в качестве «ночь». Здесь точно так же. Там «ночь» в каком смысле является примером? В том смысле, что она определяется как «вот». Вот если мы будем пользоваться гигеревским «вот», то «ночь» будет, во-первых, «ночью», а потом «примером». Потому что «ночь» будет «ночь», «ночь» — «пример», «вот». Но у нас нет гигеревского «вот». У нас гигеревского «вот» нет. Вы делаете то же самое, что вы пытаетесь найти знакомые. Это термин совершенно неведомо здоровья. Найти знакомые лесу. Ну и в том смысле, что она определена путем «вот» или здесь. Ну а как в темном лесу ориентироваться? Ищи шарфики. И пример, да. Ищи знакомые что-то. Огоньки и прочее. А здесь получается, что коричневое и красное конкретизируют отношения темного и светлого. Зеленое и синее конкретизируют опять-таки то же самое отношение темного и светлого. И мы должны двигаться, оставаясь с этой лодиной, но в том конкретизации. Светлое, сине, темное и сине конкретизируют что? Это отношение зеленого и синего. Которое конкретизирует отношения темного и светлого. То есть не прерывается, мы как бы тянем резинку, у нас сохраняется темное и светлое, которое конкретизируется в обе стороны и дальше, а эти, однажды, снова конкретизируются, там мы получаем такую вот суперечку, вот такую, и так делится, да, в обе стороны. Ну не знаю, это только графически так складно получается, потому что я сейчас подумал, ведь гихотомия у того же Платона, как она работает, но она ведь тоже представляет собой конкретизацию. Он говорит, вот, а рыбу можно ловить либо с помощью только нити, либо с помощью удара острию. Вот удара острию. Значит, дальше это делится, мы более конкретно скажем, по поводу удара этого острия. Она направлена либо сверху вниз, либо снизу вверх. Это туда острия. Происходит конкретизация, вот при дихотомии классической тоже это, по-моему, вполне спокойно называется конкретизация. Безусловно, но здесь отношения конкретизируют отношения, а здесь все другое. Как классическое движение. Вещь, заметьте, не отношения, а просто вещь. Да, вещь делится на живое и неживое. Далее живое делится на растения и животное. Поэтому про неживое забыли. Мы делим живое, так, а вот неживого нет. Мы делим на растения и животное, и это уже ушло, забыто. Это совершенно разные вещи. Но каждый сегмент этого деления, он самостоятельный. Абсолютно. А мы забываем сразу. Неживого нет. Чтобы разделить живое на растения и животное, мертвое не нужно. Совершенно не нужно. И далее точно так же. Чтобы разделить растения на то и другое, нам животное нафиг не нужны. Мы делим растения на кусты и деревья. Конечно, конкретизация, но совершенно другая. И мы узнаваем эту конкретизацию. У нас это первое остается, и все остальное является конкретизацией этого первого. Но все вместе движется. Мы не можем забыть про темное. Потому что есть отношение темное и светлое, которое конкретизируется с зеленым и синим. Про темное забыть мы не можем. Оно остается. Мы не светлое делим на синий и зеленое. Мы отношение темное и синее. Именно отношением задается цвет. Отношение темного и светлого задается цвет. Мы не берем просто светлое. Есть темное, есть свет. Есть темное, классический. Свет, темное и светлое. Потом про темное забыли. Его вообще нет. Светло. К светлому относятся, скажем, от синего до зеленого. Все, другая часть от красного до коричневого, она забыта напрочь. Мы делим теперь светлое, делим на синее, зеленое, потом синее делим на светлое, синий, темно-светлое. Как будто бы зеленого нет. У нас есть, ну что, светлое, вот светлое, зеленого нет. Делим на синий и зеленый. Тоже конкретизация, но совершенно же другая конкретизация. Вообще не похоже на то, что платон делает. Но роды и любимые потом получим в итоге, или нет? Нет, почему? Так и будет. Вещи есть, вещь, помидор есть, помидор есть, помидор одного сорта есть, помидор одного сорта. И так далее. Да если бы только так. В общем, проблема же состоит не в том, что мы вещи и классифицируем, мы кофицируем отношения к вещей. Вот чем дело. Если мы помидорку и классифицируем. Что бы ты делаешь? Исходы в порядке именно этого, что мы классифицируем отношения. Отношения к вещам. В этом разница главная. И самая-то еще большая проблема мультипликации вещей еще бесконечной. Что это сделано? Ну, красная игру будет. Сколько вещей-то таких, конечно. Бесконечные количества теоретические. То есть, сегодня у нас прошение... На свойства берем каких-нибудь и новые, и... То есть, никаких знаков захаряка. Нет, вещи не делятся на эту муху, ползущую по столу, и по ней живут перед принадлежащим императорам. Нет. А только по всей причине, что у нас задания об одной вещи не может никогда не получать? Об одной вещи не можем говорить. Ну, потому что не зависимо. У нас есть задания торчит свое место, вещь, наконец, отношение вещей. Но когда есть вещь, нет отношения вещей. Сегодня мы получаем сразу как отношение вещей. И уже субъектом является отношение вещей, а предикатом отношения между отношениями слов. Красная, зеленая, мягкая, твердая одновременно относятся, сказываются к отношениям вещей. Субъектом, если по старой терминологии субъект предикат. Субъекта, это должна какая-то статья. А что вы имеете в виду? Например, какой-нибудь феноменологический. Ну, в мире чем-нибудь такое. Ну, еще раз говорю, феноменологии нет, на самом деле. Вот феномен какой-нибудь. Феномен у нас нет, не сделает. Ну, как, когда есть вещь, есть вещь, это отношение к пространству. Да, темное и синее, отношение к темному и синему, это же феноменологически, по-моему, однозначно. Свет сдается отношением темного и светлого. Ну, или там, черного и белого. Просто иначе свет не задать. Вы не можете его задать одним светлым и одним темным. Значит, он задается отношением. Без наших дальнейших движений будет конкретизация отношения. Вы не можете задать свет иначе. Как отношение к цвету. И значит, дальнейшее движение может быть только конкретизация отношений. Поэтому вот это движение не... Мы поняли совсем другое. Изначально это дается отношение. Например, темное светство. Это модернизируется отношение. Всякая наша дальнейшая развлечения цветов, сколько бы мы ни ночи презервали, это будет конкретизация темного и светлого. Все равно и останется темное и светлое. Коричневое и красное – это темное и светлое. Зеленое и синий – это темное и светлое. Только пока он открыт. Ну, хорошо, все это хватит. Опять чуть перерабатываю в последнее время. Спасибо.